В Наринмаре прошло совещание регионального координационного штаба по переходу на цифровое, эфирное, наземное телевизионное вещание. На нем специалисты отчитались о плановом переходе региона с аналога в цифру. Отключение аналогового вещания в Янисском округе произошло 3 июня. Далее в течение 7 дней вместо привычных программ зрители, чьи телевизоры принимали аналоговый сигнал, будут видеть информационные ролики о переходе на цифру. Были разработаны информационные ролики специально для конкретного региона. Эти ролики были подняты на космический аппарат и через спутник доставлены в точке обещания. Мы эти ролики сегодня утром подключили вместо основной программы телевизионного вещания к эфиру. То есть тот телезритель, который когда-то смотрел программы первого канала «Россия-1», «Матч ТВ», «НТВ», «Культура», сегодня увидит этот ролик. Этот ролик призван нанести до сведения телезрителя о том, что же всё-таки сегодня произошло. В Янисском округе цифровым сигналом охвачено почти 96% жителей. Вне зоны охвата наземным эфирным цифровым обещанием находятся 14 отдалённых населённых пунктов. Бугрино, Варник, Шойно и Харягинский. Деревни Вижес, Волковая, Воланга, Киа, Мгла, Пыльмит, Снопа, Чёрная, Чижа и Щелина. Смотреть 20 бесплатных федеральных каналов жители этих поселений могут в пакете спутникового телевидения. Всем остальным необходимо приобрести цифровые приставки. Это можно сделать в отделении Почты России. А для малообеспеченных семей есть возможность получить ТВ-приставку бесплатно в отделении социальной защиты или позвонив по телефону горячей линии. Горячие линии полностью готовы. Сотрудников, которые работают на этих горячих линиях, достаточно. У нас средний отклик по звонку до 10 минут, а то и меньше. Средний отклик по отзывам волонтёров средний 15-20 минут. Это на самом деле очень хорошая цифра. То есть в среднем у России они значительно больше. По наличию приставок в сетях, основные большие наши компоненты – это Почта России. Значит, у них сейчас в отделениях по городу и по всему Нинюнскому округу 238 штук. Из них всего реализовано было за весь период 107. Добавлю, на сегодняшний момент цифровая телевизионная сеть в округе работает в полном объёме. Наталья Кислякова, Антон Бодриков, Телеканал Север.